Я хочу верить, что сегодня в канун годовщины, когда это служение, в канун годовщины, я хочу верить, что это особое будет служение. Пусть это служение по-особенному прикасается к нашим сердцам. Во время этого служения Бог по-особенному прикасается к нашим сердцам. Закройте сейчас глаза, просто помолитесь, поговорите с Ним. Попросите Духа Святого сегодня открыть ваше сердце. Попросите Духа Святого. Пускай Дух Святой сегодня просто движется, вот там к вашему сердцу прикасается. Представьте себя сейчас. Просто вы окружены Духом Святым. Он здесь, Он сейчас. Он просто ждет, когда вы откроете свое сердце, чтобы Он туда врывался. Чтобы это слово вместе с Ним обильно вливалось в ваше сердце, внутрь вашего сердца. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня молимся Тебе. Я молюсь Тебе, Господь. Я доверяюсь Тебе, Господь, что сегодня Ты благое, чудный, дивный. И, Господь, в этой благости, в этом Твоем присутствии, Боже, дай мне узнать Тебя. Дай мне слышать от Тебя. Дай мне слышать от Твоего Слова. Дай мне принимать Твое Слово. Дай мне разуметь Твое Слово. Дай мне находиться в глубине Твоего Слова. Пускай Слово Твое, Господь, сегодня обильно вселяется в мое сердце. Пускай Слово Твое сегодня будет приправлено всякой благодатью. Пускай Слово Твое, Господь, это Твое Слово, приправленное благодатью, Пускай оно сегодня проникает в наши сердца, в самую глубину наших сердец Божьих. Во имя Иисуса Христа. Тебе слава, Тебе честь, хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Если у вас получится играть, то можно играть, почему бы нет. Вы знаете, кто не знает, я напомню, в следующую субботу у нас будет годовщина нашей церкви. 11-я годовщина. Уже какое-то время я молюсь об этом, уже есть слово, которое я верю, что Господь дал, и не просто Он дал его. Я понимаю, осознаю, что вот все, последние несколько месяцев, все, что Бог говорит нам, как церкви, Он говорит, знаете, как нанизывает на ниточку, нанизываются бусинки. Вот еще так же Он нанизывает сейчас это все на эту ниточку, для того, чтобы в конце, когда мы с вами туда придем к этой годовщине, чтобы не просто поставить точку, нет, а чтобы открыть двоеточие, после которого Бог будет писать что-то новое. Я верю, что Бог переворачивает страницу. И сегодня я хочу проповедовать на тему. Знаете, есть одно выражение, которое очень сильно нравится людям. Вот вы знаете, что каждый из нас, мы выбираем для себя, некоторые люди, они настолько полюбили крылатые фразы или выражения, что они ставят у себя их там, как это называется на страницах, как это, когда на обложке, не только на обложке, они ставят у себя, как знаете, такие крылатые фразы эти, как статусы, вот спасибо. Да, как статусы, знаете, статус своего мышления, статус своей жизни, они прям как статус его ставят. И я знаю, что есть многие люди, для многих людей, кстати, для многих верующих эта фраза, она приобрела такой сакральный, называется, смысл, то есть она прям как статус стала. Знаете, как звучит эта фраза? Так будет не всегда. Помните, да, кто-то цитирует иногда, рассказывает историю царя Соломона, что у него на кольце было написано, так будет не всегда. Если так плохо, переверни кольцо, а с другой стороны опять, так будет не всегда. Вы никогда не задумывались, почему эта фраза, она такая, такая заманчивая, вот так скажу. Никогда не задумывались? Я вам честно признаюсь, я когда готовился к проповеди, я размышлял, Дух Святой так ведет, я размышлял, почему эта фраза, я задаю глубокий вопрос, почему эта фраза, она настолько завлекает людей? Сказать вам? Потому что в ней очень много позитива. В ней теплится надежда о том, что если тебе сегодня плохо, если тебе сегодня тяжело, подожди немножечко, и придет время, когда все слезы, которые ты проливал, они обязательно будут вытерты, все, что у тебя, все проблемы, которые у тебя были, они обязательно изменятся, все станет хорошо. Знаете, такая вот эта сакральная мысль, все будет хорошо. Вот в этой фразе у людей, друзья, так будет не всегда. Это означает о том, что если сегодня так, со знаком минус, то пойми, так будет, вот так, со знаком минус, будет не всегда. Правда ведь? Правда? Кому нравится эта цитата? И вот знаете, она настолько нравится людям, что иногда даже некоторые верующие берут себе ее на стену, они берут себе ее в статус, они ставят, они говорят, так будет не всегда. Но я бы хотел сегодня, друзья, чтобы мы прочитали одно место из Писания, которое, давайте его прочтем, а после этого давайте попробуем поразмышлять над этой фразой, возможно, в контексте этого места из Писания. Просто поразмышлять над ней, подумать над ней немножко, увидеть ее, попробовать. Быть может, у нас немножечко точка зрения наша, не то чтобы изменится прям, но, может, подкорректируется, кто его знает? Давайте попробуем. Я хочу прочесть сегодня второе послание Коринфянам, вторая глава, 14 и 15 стихи. Смотрите внимательно, друзья. Но благодарение Богу, который... Прочите со мной вот это слово вместе. Еще раз. Благодарение Богу, который... Можно попросить каждого в этом зале сейчас сказать это слово? Благодарение Богу, который... Всегда. Дает нам торжествовать во Христе. Так будет не всегда. В смысле? В смысле так будет не всегда? То есть что мне, не всегда будет давать торжествовать? Не знаю. Все зависит от того, что вы подразумеваете. Под фразой так будет не всегда. Благодарение Богу, который, еще раз, всегда дает нам торжествовать во Христе. И благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. 15 стих можно еще? Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Знаете, друзья, для большинства людей, как я уже сказал, фраза «так будет не всегда» подразумевает о том, что если сегодня твою жизнь, твое сердце, твой разум обуревает вот эта вот, знаете, такая боль, тяжесть, осадок, неприятность от того, через что ты проходишь, то эта фраза, она становится таким, знаете, небольшим спасательным кругом. Таким кругом, который может тебя поддержать в этот момент о том, что «так будет не всегда». Но вот у меня вопрос. Можно еще раз 14 стих вернуть этот, пожалуйста. Смотрите, можно задать вопрос вам, который написано «всегда дает нам торжествовать». Торжествовать. Вопрос. Вы понимаете, что между этой мыслью так будет не всегда и всегда дает торжествовать? Кто понимает, что есть определенное несоответствие, определенное противоборство? Кто видит его? В чем оно? Вообще не соответствует одно другому, вы понимаете? Одно не соответствует другому. Потому что Бог нам говорит о том, что мы можем всегда торжествовать. А здесь мы говорим, что «нет, сейчас момент, когда мне вообще не до торжества». Но так будет не всегда. Подожди немного. Черная полоса закончится. И начнется белая полоса в твоей жизни. И знаете, друзья, я думаю, я думаю. Может быть, сегодня, простите меня, но я скажу, я думаю, что в этом как раз таки и проявляется, возможно, вот это учение Николаитова, о котором я говорю. Вы понимаете, что мы настолько срастаемся с людьми, которые не знают Бога, мы иногда настолько срастаемся с их ментальностью, с их мышлением, с их восприятием, что мы начинаем тоже иногда, как повторюхи-мухи повторять. Так будет. Как будет не всегда? Что, Бог не всегда будет торжествовать в твоей жизни? Не знаю. Здесь у меня написано в Библии, я благодарю Бога, который дает мне торжествовать во Христе Иисусе. Как часто? Всегда. Мне Он всегда дает торжествовать. А у вас не всегда? А может быть, у вас сегодня тогда, когда вы не торжествуете, знаете, что у меня происходит? Давайте я вам сейчас расскажу. Я убедительно расскажу вам так, чтобы вы поверите в то, что у меня сейчас не всегда. Как раз. Но так будет не всегда. Друзья, я думаю, что мысль, вот эта мысль о том, что так будет не всегда, она отталкивается, или она берет основание от того, вокруг чего на самом деле строится наша жизнь. Знаете, я сейчас хочу толкнуться, ну, хочу коснуться, и я прошу вас, послушайте внимательно. Вот сейчас, пожалуйста, оставьте вот все свои какие-то сейчас вот мысли где-то. Я прошу вас, просто, церковь, следующие две минуты, можете потом не слушать меня, это уже без разницы. Вот сейчас, послушайте меня. Мы пришли к моменту, когда нам нужно реально с вами, я говорю, не нам, вот только нашей, я хочу, чтобы вы поняли, нет проблемы с нашей церковью. Это вообще всей церкви, всему телу Христа. Послушайте, нам пришло время реально ответить себе на вопрос, мы действительно в Него верим или нет? Знаете, я приведу вам такой пример, чтобы он был понятен. Есть одно очень состояние, и я сразу вам хочу сказать, я никогда не осуждаю людей в этом состоянии, никогда. Потому что, не дай Бог кому-то попасть в это состояние. Вы знаете, сейчас идет война, и на Востоке там бывает такое, что бывают те со стороны русской попадают в плен, бывают со стороны украинской попадают в плен. Кто видел вот эти видео допроса разных пленных, видели? Знаете, что есть видео допросы не только российских пленных, есть видео допросов украинских пленных вы в курсе об этом если вы внимательно будете смотреть видео допроса если вы смотрите видео допроса русских вы видите как они рада это плохо это плохо а если вы посмотрите видео допроса украинских военных которые некоторые не все некоторые попали в плен они рассушены там плохо в украине и знаете она такая рисуется картинка на телевизорах вот там людей рисуется картинка что слушай здесь плохо вот он настоящий украинец я не осуждаю повторяюсь этих людей, потому что ты никогда не знаешь, знаешь, когда тебе подведено 220 большим пальцем ноги, и тебе говорят, если сейчас ответишь неправильно, будем дрессировать. И человек, возможно, уже, знаете, в боли какой-то он говорит, окей, да. Но вот знаете, у нас-то 220 никто не подводит пальцем больших ног. И знаете, друзья, если король голый, то его нужно называть голым иногда, для того, чтобы однажды он пошел и оделся. Я думаю, что когда тот мальчик в этой сказке сказал, слушай, король голый, я думаю, королю стало стыдно. И он, наверное, пошел обратно, говорит, слушай, пора одеваться, походу меня развели. Представьте, я вышел такой голый и думает, а? Кто читал эту сказку Ганс Кристиана Андерсона в голом короле? Я думаю, что когда мальчик крикнул, король-то голый, в этот момент королю вдруг стало неловко. Он понял, что все не дураки, а просто он голый. И все его очень сильно боятся. И знаете, я хочу сказать, друзья, пришло время, наверное, тоже нам как в церкви, в какой-то момент времени признать, что в чем-то мы... Никто нас не заставляет одевать, но пришло время признать о том, что мы верим, друзья, там, где нам удобно, а там, где нам неудобно, мы не верим. Мы не хотим верить. Именно по этой причине для многих верующих людей, для некоторых верующих людей, эта фраза о том, что так будет не всегда, она становится настолько близкой, потому что, послушайте, в их жизни Бог, который не всегда дает им торжествовать. Вот в чем проблема. То есть, вот, знаете, вот это единение со Христом, оно у них такое, называется слово ситуативное, оно по ситуации. Если сегодня ситуация, в которой мне удобно вот так, то нормально, а неудобно, то вот так. Послушайте, вы знаете, что Бог блуд называет блудом? Кто в курсе об этом? И Он никогда не маскирует, они говорят, что блуд это любовь, но если так, то вот тут, то ты так, и здесь так, а потому что так. И знаете, четыре логарифма вычислил, и вроде нормально. И знаете, дважды два, у тебя уже не четыре, а шесть. И ты сам уже в это веришь. Я люблю читать Библию. Можно еще раз вернуть? Смотрите, я читаю Библию. Это не значит, поверьте, что у меня нет грустных моментов. У меня бывает очень много тоже грустных моментов. Просто я читаю Библию. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Знаете, у меня бывают моменты, когда я чувствую, что моя внутренность, она не очень торжествует. Я чувствую это. Я беру это слово, и я говорю, Господь, у меня проблема. Я не торжествую сейчас. И первая мысль, которую выдает мне мой мозг, знаете, какая она? Надо что-то сделать. Надо что-то порешать. Порешай, порешай, и когда порешаешь проблему, все будет нормально. Но ты стоишь в молитве, иду к святой тебе, говорю, сейчас тебе не решать надо. Тебе нужно прийти ко мне. Тебе нужно увидеть по-другому эту ситуацию. Тебе нужно посмотреть по-другому на твою проблему. Вы никогда не задумывались, почему семьи верующих людей разводятся? Все скажут, а вы что, не знали об этом? Вы же знаете об этом. Что иногда верующие разводятся. Сказать вам почему? Потому что в какой-то момент времени они больше поверили в то, что они чувствуют, чем в то, что написано в Слове Божьем. Они больше наполнили свой разум эмоциями классными. Я хочу окружить себя классными людьми. Аня, мне с тобой так хорошо, ты знаешь, потому что так классно. Ты всегда такая радостная. Потом ты нерадостная. Фу, это токсичный человек из моей жизни. Нет. Библия говорит, что он дает нам всегда торжествовать. Но вот смотрите, какой секрет. Когда он нам дает торжествовать? Во Христе. Всегда во Христе. Если ты не во Христе, то ты перестаешь в какой-то момент времени торжествовать. В какой-то момент времени тебе вдруг Юля становится какой-то токсичной. Дима становится каким-то не таким. И Аня какая-то стала неприветливая. И вообще все плохо. И власть у нас плохая. И президент у нас не очень. И вообще электричество слишком часто стали отключать. Серьезно? Серьезно? Вы знаете, что когда вот это... Послушайте, друзья. Послушайте. Когда вот это писалось, вообще не было электричества. Вы в курсе об этом? Его вообще не было. Большинство служений, большинство из этих посланий апостола Павла были написаны в тюрьме. Большинство служений проводились в катакомбах. Большинство служений проводилось буквально в гробах, которые были вытесаны в скалах. Рядышком лежали мощи умерших. Там не было кондиционера, там не было всего этого. Его не было. И знаете, что писал апостол Павел посреди этих служений? Я благодарю моего Бога, который дает мне даже словать. Что с тобой не так, апостол Павел? Ты что такое пишешь? Не было электричества, не было проблем. Не было жены, не было у тебя проблем. Тебе бы мои проблемы. А кто эти проблемы себе выпросил? Если бы ты знал, какой у меня муж. Серьезно, а кто его выпросил? Ты знаешь, машину нечем завести, зачем ты ее покупал? Или что, апостол Павел тебе ее привез? Благодарение Богу, который всегда дает торжествовать. Итак, почему же происходит? Давайте будем честными, друзья. Я вот себе записал. Вокруг чего строится твоя жизнь сегодня, Дитя Божье? Если твоя жизнь строится вокруг обстоятельств, то она будет хорошей, и ты в ней будешь торжествовать только тогда, когда обстоятельства будут хорошими. А когда обстоятельства не очень, то у тебя и не торжество. Вот почему эта фраза, вы понимаете, такая популярная? Так будет не всегда. Скоро обстоятельства, они же не могут все время быть плохими. Они же когда-нибудь изменятся. Знаете, чем многие верующие утешают себя? Все войны однажды заканчиваются. И это закончится. Закончится, просто никто не знает, сколько она продлится. Вот в чем проблема. Она закончится, сто процентов. Две-три недели, да? А два-три недели, два-три месяца или два-три дня. Знаете, почему Арестович это лекарство успокоительное стало? Да потому что, он говорил, так будет не всегда. Две-три недели, успокойтесь, все пройдет. Ой, дайте его включим. Человек сидит. Просмотры растут. Второе, друзья, если вокруг тебя и твоих мотивов и желаний строится жизнь, то все изменится тогда, когда ты увидишь свои желания, их истинную глубину и природу в свете изменившихся обстоятельств. Знаете, есть некоторые люди, которые говорят, Боже, дай мне ребеночка, дай мне ребеночка, дай мне ребеночка. Мы читаем первая книга царств Анна, помните, которая молилась и вымаливала у Бога ребенка. Но нигде не написано, когда этот ребенок без памперсов какал по 18 раз в день. мы нигде не видим, что Анна так продолжала молиться. Знаете, у нас так иногда бывает, мы говорим, у меня правильный мотив, но потом изменяются обстоятельства, мы говорим, Господи, у кого есть машина? Кто из вас хотел купить себе машину? А кому не очень нравится, сколько стоит ремонт и техобслуживание? Видите, резина зимняя. Смотрите, друзья, это хопа, изменились мотивы, изменились желания, а ты такой, не, ну, как бы не очень уже. Видите, жена была классная, пока не жили вместе. Все было хорошо, пока не начали жить в одной квартире. А тут оказывается, надо разбрасывать свои вещи во всей квартире. Вот, понимаете, и опять ты уже не можешь торжествовать. Видите? Но если твоя жизнь строится вокруг Слова Божьего, вот то, что написано там, благодарение Богу, которое дает нам всегда торжествовать во Христе. Если твоя жизнь строится вокруг Бога и Его принципов, то в принципе есть шанс торжествовать. Причем торжествовать всегда. Ты чего сегодня такой счастливый? Я в лотерею выиграл. А сегодня чего ты такой счастливый? Квартира сгорела. Так а ты чего такой счастливый? Так потому что у меня есть Бог. Так у тебя квартира сгорела. Ну так у меня аж есть Бог. Еще раз выиграю в лотерею, еще раз куплю квартиру, еще одну построю. А может и не построю. Никогда уже, может быть, не построю. Вы понимаете, друзья, если мы с вами это не осознаем, если с вами, до нас с вами это внутри глубоко, внутри, оно не дойдет, если оно не зайдет. Вы понимаете, друзья, есть риск, что мы будем с вами, вы понимаете, многие люди, они же от новостей зависят. Вы же понимаете? Страдаешь. Хорошо. Слушайте, потом ты начинаешь вообще. У тебя сегодня плохо, а еще знаете, самое страшное, когда у кого-то хорошо, когда у тебя плохо. Вроде изменились обстоятельства, вроде стало хорошо, у кого-то стало еще лучше, а у тебя опять стало плохо. Свет горит в доме напротив, а у тебя нет. А уже восемь часов. Вы понимаете, друзья, еще раз считаю, благодарение Богу, который, скажите вместе со мной, всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. И благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте, не в церкви только. Как дела, брат? Отлично. Аллилуйя. В церкви же нельзя, вы знаете, по-другому отвечать. Вы можете себе представить, спрашиваешь, как дела, у меня все плохо, все пропало, денег нету, все горит. Вы где-нибудь слышали такое? Однажды слышал одного брата, я перестал ходить в церковь, там надо все время говорить хорошее только, что у тебя все хорошо. Я говорю, кто тебе мешал говорить, что все плохо? Люди меня не поймут. Я говорю, так ты скажи, может кто там, расскажет вам, ты такой сядешь, думаешь там, нет, вроде и неплохо у меня уже. Вы никогда не пробовали рассказать людям о том, как у вас плохо? Попробуйте, кто знает, может вам легче станет. Ты уже пробовал? Смотрите, он распространяет не благовоние, слышите, а благоухание. Он распространяет благоухание, друзья, во всяком месте. Так написано в Библии, уж простите меня. Я хочу вам прочитать, друзья, одно интересное место из Писания. Бытие, 3 глава, 6 стих. История о том, как обстоятельства или желания бывают переменчивыми. Смотрите, давайте прочтем. Бытие 3, 6. И увидела жена, это не о женщинах касается сейчас, мужчины, тихонечко, не спешим, это о вас тоже касается. И увидела, и увидел Саша Мадиевский, и увидел Виталик Притула, и увидела Аня Еременко, что дерево, смотрите, хорошо для пищи, увидела. Посмотрела и сказала, ах, какие обстоятельства хорошие стали. И что оно приятно, наше желание, правда? Приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и дала также мужу своему, и он ел. Кто мне знает, чем закончилась эта история? Вопрос. Скажите мне, пожалуйста, теперь серьезно, ответьте мне, чего хотел этот человек? Не будем говорить женщина, мужчина. Чего хотел этот человек? Зачем она его съела? Чего она хотела? Скажите мне. Нет, она хотела, чтобы стало лучше. У кого есть такая идея? И мы иногда готовы жертвовать, друзья, некоторыми серьезными вещами, только для того, чтобы стало не беда, что он пьет. Вместе мы справимся с этой проблемой. Главное, что у меня рядом будет. А это мы справимся. Почему люди идут на такое решение? Скажите мне. Они хотят, чтобы изменились обстоятельства их жизни. Вы понимаете об этом? Что хотела сделать здесь Ева? Неужели вы думаете, она хотела согрешиться? Неужели вы думаете, она хотела Бога заткнуть за пояс? Неужели вы думаете, что вообще она просто хотела просто случайно? Ой, съела, ой, я не знала, ой, простите. Она целенаправленно делала. Что она хотела сделать? Смотрите, она увидела, что дерево хорошо для глаз. Она сказала, то, что у меня есть сейчас не самое классное. Я смогу получить лучшее обстоятельство. Я смогу изменить жизнь к лучшему. Написано, приятно для глаз и вожжелено. Она сказала, то, чего мне не хватает внутри, то, чего томится мое сердце, вместе с этим оно придет в мою жизнь. Вот оно. Оно мне нужно. Мне хочется этого. Я хочу. Я туда готова. Я готова переступить через какие-то моменты. И уже то, что Бог говорил, не ешьте от этого дерева, уже как-то оно не звучит. И уже, знаете, и уже ты, ну, все люди верят. Одна мне как-то, а знаете, говорит, я встречаюсь с молодым человеком, верующий, но он мусульманин. И знаете, так интересно, она верующая 20 лет, и она говорит мне, ну, Бог же один, они тоже верят в Бога. Я говорю, ты чего? Вы слишком зашорены в своей вере. А знаете почему? А потому что приятно для глаз, а потому что вожделенно, и уже не важно там, что Бог говорил, и уже ты становишься религиозником, и уже все это становится каким-то таким, надо уже быть продвинутыми, верующими. Пора. Что ж вы застряли там в своей вере, как 16 век? Что нам, ездить на ослах все время? Знаете, иногда лучше сесть на осла, чтобы не остаться ослом. Я вам серьезно говорю, иногда лучше сесть на осла и ездить на осле, пока все ездят на других машинах, чтобы самому не стать ослом. Я помню момент был, 2008 год, 9, когда люди там, знаете, все финансы, 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 я помню один человек мне говорит, смотри, какая у меня машина. И я как сейчас помню этот момент, помню, поострывали, и мне жена говорит, слушай, ну у человека такая машина. Я говорю, подожди, давай подождем 5 лет. Я говорю, через 5 лет эта машина тоже не будет новой. И знаете, что потом пришлось человеку? Через 5 лет. Ай, кредит платить надо? А я говорю, а я счастлив, мне кредит платить не надо. Потому что в этот момент ты как бы себе должен ответить на вопрос, что тобой движет. Это очень важно для каждого верующего. Ева захотела изменить обстоятельства, которые казались ей не идеальными, для того, чтобы они вдруг стали идеальными. Что по итогу получилось? Беда. Печалька. Друзья, как научиться торжествовать? Можно вернуть еще раз это к 2 Коринфянам? Да. Как научиться торжествовать всегда? Я приготовил для вас простые очень рецепты. 4 простых рецепта. Вот первое. Смотрите. Благодарение Богу, которое дает торжествовать нам во Христе и благоухание, познание о себе и так далее. Знаете, для того, чтобы, друзья, торжествовать всегда, нужно вначале научиться видеть Бога, а не обстоятельства. Знаете, большинство неверующих людей, они не видят Бога. Кто понимает, почему? Они его не знают. В очреве кита он начал славить Бога. Знаете, почему? Потому что, находясь в очреве кита, он торжествовал. Он знал, что если ты знаешь Бога и познаешь Бога больше, чем ты познаешь обстоятельства, то ты можешь торжествовать как часто? Всегда. Но если ты... Нет, ну нет, ну где же Бог среди этих обстоятельств? Где же Бог сегодня в Украине, когда нету света? Где же Бог сегодня, когда эта война продолжается? Где Бог сегодня, когда зарплата падает? Где Бог? Бог, где ты? Почему ты перестал говорить со мной? Он не перестал говорить, друзья. Он хочет, чтобы ты среди этих обстоятельств что сделал? Познавал его, а не решал проблему просто вначале. Чтобы ты, возможно, спросил для себя, Господь, чего ты хочешь в этот момент? Что ты собираешься делать? И знаете, я вам скажу честно, для многих людей христианство становится, для многих верующих людей, истинное христианство становится неудобным, потому что оно начинает идти в разрез с их желаниями. Вот в чем дело. Я очень много и очень часто разговариваю с людьми, которые отошли от Бога. К сожалению, с течением времени количество людей или процент таких людей в обществе становится, меньше не становится, вот так скажу, мягко. Меньше не становится. И знаете, когда я им задаю этот вопрос, почему ты отошел? Вы знаете, 99, наверное, процентов из них причиной называют, сказать вам что? А что толку верить в Бога, если мои обстоятельства не меняются? Знаете, вот я смотрю все время на Ника Вуйчища и думаю, когда же ты разочаруешься в Боге? Тебе же уже за сорок, а ноги не растут, а руки не растут. Как была культяпка, так и осталось. Поговорите. Вы кто-нибудь разговаривал когда-нибудь с неверующими людьми, с людьми, которые отошли от Бога? Кто говорил с ними? Из-за чего они отходят? А ничего не меняется. А что должно измениться? Может быть, Бог тебя привел, потому что Он что-то хочет, чтобы ты совершал? Это не входит в круг моих интересов. Я хочу вас подвести к третьему пункту. Я все время размышляю, готовился к этой проповеди, размышлял о Еве. У меня такой один вопрос только в голове был. Послушайте меня. Чего ей не хватало? Вот скажите мне, если бы сегодня оказались в Эдемском саду, представьте себя в Эдемском саду. Кто из вас был бы рад этому? Кто был бы счастлив? Попасть в Эдемский сад, ходить среди прохлады дня с Богом, разговаривать с ним. Рядом у тебя жена, потому что Бог тебя любит, Он тебе ее дал. Рядом муж. Слушайте, вау! Кто был бы рад? У меня только один вопрос возникает. Чего ей не хватало? Ну там все было. Там и призвание было. Там все было. А что, не было что-то в Эдемском? Что там не было? А чего не было в Эдемском саду, скажите мне? Если Бог сказал, смотрите, Бог создал это, сказал, весьма. Чего там не хватает? Вот. А знаете, чего не хватало? Послушайте, это еще один момент, как научиться всегда торжествовать. Послушайте внимательно. Третий пункт звучит следующим образом. Научись замечать и быть благодарным Богу за мелочи. Научись замечать и быть благодарным Богу за мелочи. у меня вопрос. У кого сегодня плохая жизнь? Знаете, что означает слово плохая жизнь? Это означает, что я перечеркиваю все хорошее, даже пусть маленькое, что есть в моей жизни. Я говорю, у меня плохо, у меня не есть хорошо. С кем из вас сегодня поздоровались при входе здесь? Со всеми? Будьте здоровы. Знаете, я думаю, что человек, который находится там пять, шесть, семь лет в одиночной камере, он был бы сегодня рад, если бы ему сегодня кто-то сказал «Доброе утро». Обнял и сказал «Я так рад тебя видеть». Как-то слишком навязчиво. Два раза, три раза мне сказали сегодня «Как твои дела?» У меня сегодня не то настроение. Научиться и быть благодарным Богу за мелочи. У тебя сегодня есть две ноги, да просто скажи спасибо Богу. Знаете, что означает слово «благодарить»? Кто в курсе? Юра Ермоленко. Что такое «благодарить»? «Дарить благо». Юра просто, это его конек, я знаю, он очень любит эту мысль. Когда-то, видно, получил откровение, это класс. «Дарить благо». То есть, если у тебя сегодня тебе кто-то сказал «Здравствуйте», скажи 30 раз другим людям «Будьте благословены». Скажи это людям. Но у меня сегодня не очень настроение. Вот в этом-то и проблема. В этом-то и проблема. Чего не хватало Еве? И Еве чего-то не хватало. Уроди все было. Знаете, я в этой связи неплохо бы вспомнить сказку о старике, старухе и золотой рыбке. Вот у нее уже трехэтажный дом. Это ж Халабуда было. А у кого-то 4. И вот ей все не имется. Четвертый пункт, друзья. Я хочу прочесть вам, на экране, к сожалению, не получится. Послание евреям 10.38. Праведный верой жив будет. Знаете, четвертый совет вам дам, как хотите торжествовать. Научитесь верой прилеплять в свою жизнь и себя, свое мышление к Слову Божьему, а не к обстоятельствам. Знаете, я иногда некоторым людям советую выключите телевизор. Ну, это не значит, что мы против, поймите, мы не говорим о том, что это греховно смотреть телевизор. Нет. Просто чисто с технической точки зрения некоторые люди иногда настолько туда прям как бы прицепляются, что им очень сложно. Кто из вас читал или смотрел, может быть, фильм 1984? Есть такие продвинутые люди? Или книгу читали, или фильм смотрели? Есть такие люди? Джордж Оруэлл. О, друзья, вы что? Я рекомендую вам обязательно прочитайте эту книгу. Возможно, она покажется вам жесткой, но это очень интересная книга. Это такая футуристическая книга. Он ее написал в начале 20 века о событиях, которые он как бы представлял себе, будет в 1984 году. Каким будет общество? И знаете, там было две враждующие стороны, и у одной враждующей стороны, на которую напали, у них была такая штука, называлась двухминутка гнева. Когда им в экран, в кинотеатре собирали и показывали врагов, как они нападают, и они все через пару минут скакивали и кричали «Ненавидим! Ненавидим! Ненавидим! Ненавидим!» И одни и вторые были заражены конкретно. Я к чему веду, друзья? Что иногда нам необходимо верой, ну не иногда вообще, верой нужно научиться прилепляться к Слову Божьему, а не к обстоятельствам жизни. Понимаете, друзья? Прилепиться. Что Бог говорит? Мне Бог говорит о том, что, пастор Валя, помните, эта любимая Билли Грэмма фраза, я прочитал Библию до конца. В конце, в конце все будет хорошо. В конце все будет хорошо. Вы знаете, что обещают, прогнозируют аналитики через два месяца? В конце все будет хорошо. У меня всегда к верующим только один вопрос. Кто из вас хочет быть в вечности со Христом? Я даже не буду открывать глаза. Я знаю, что сейчас все подняли руки. Вот смотрите. Хорошо. Кто из вас хочет быть в вечности со Христом? Поднимите руку. А кто из вас боится умирать из-за этого? И вот понимаете, парадокс, правда? У меня как бы карты не складываются. Не состыковывается пазл. Ну не стыкуется он. Что ж ты хочешь быть со Христом? Умирать ты не хочешь. У меня вообще иногда некоторые вещи я задаю вопрос. Я помню, во время пандемии я говорю, мы умрем от этого. Я говорю, как бы, а оно так будет, если вы не в курсе. Друзья, мы хотим с ним встретиться, но и встречаться с ним не хотим. Мне иногда так кажется. А, хотелось бы не так с ним встретиться, по-другому чуточку. Итак, друзья, я сейчас подвожу к итогу, заканчиваю. Знаете, вообще, я очень рад, что Бог, он все, что он делает, он никогда не делает ничего просто так. И я задам тебе такой вопрос. Как вы думаете, почему для Бога так важно, чтобы мы всегда торжествовали? Вы знаете, что для него это важно? Я всегда, когда читаю Библию, я никогда не оставляю ни одно место из Писания, не задавая себе и Богу вопросов. Я когда читал это место из Писания, благодарение Богу, которое дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. А я задаю вопрос, а зачем ему это надо? Как ты думаешь, зачем ему это надо? А я читаю дальше Библию, стих этот, читаю до конца. Смотрите, здесь написано, ибо мы Христово благоухание в спасаемых и погибающих. Вы знаете, почему Богу важно, чтобы мы торжествовали в нем всегда, не в обстоятельствах, а в нем? Богу важно, чтобы когда сегодня Украина проходит сложные времена, чтобы были люди, которые говорят, для вас так будет не всегда. Знаете, почему это важно? Да потому что для тех людей, которые не знают Бога, им надо видеть образ, пример кого-то, кто будет радоваться. Если сегодня всем плохо от того, что нет свет, для этих людей, для неверующих, для погибающих важно видеть людей, которые, когда нету света, все равно радуются и торжествуют. Скажите мне, кто эти люди? Как твои дела, брат? Все плохо. А что же тогда им видеть, скажите? Ну вот что им тогда видеть, скажите? Где им увидеть надежду? Задумайтесь, почему Бог хочет, чтобы мы торжествовали? Потому что Он и говорит же. Вот я читаю вам. Ибо мы, мы с вами, мы, которые всегда торжествуем, мы есть Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Вы понимаете, что для них мы становимся этим примером, мы становимся для них этой картинкой того, каков Бог на самом деле есть. Я читаю Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. Так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и что делали? Прославляли Отца вашего Небесного. Друзья, у людей, которые не знают Бога, у них нет другого шанса увидеть, какой Он, кроме как через нас. Вот почему, друзья, когда верующий человек говорит, о, так будет не всегда, так будет не всегда, плохо, да, но так будет не всегда. Бог говорит, послушай, брат мой дорогой, сын мой, дочь моя, ты не понял, ты не разобрался, так, как есть у тебя со мной будет всегда, просто в жизни, да, но со мной ты будешь всегда торжествовать. Я для себя написал такую мысль в конце. Через твою восхитительную жизнь в непростых обстоятельствах Бог дарует надежду тем, кто его еще не знает и Он показывает для них твоей жизнью и верой, что для них тоже так будет не всегда. Бог хочет, чтобы мы через нашу жизнь мы научились являть вот это то, что Он дает торжествовать нам всегда в себе. Аминь. Давайте склоним голову сейчас, я думаю, что есть смысл каждому поговорить сейчас о чем-то с Богом. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы возвеличиваем Тебя, превозносим, прославляем, благодарим Тебя и благословляем, Боже, сегодня Твое имя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Небесный Отец, за то, что Ты рядом, за то, что Ты с нами. Благодарим Тебя, благословляем, Боже, сегодня имя Твое. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты, когда мы читаем в Твоем Слове, Господь, Ты даешь нам видеть картину жизни не такой, какой видим ее мы, но Ты открываешь нам картину жизни нашей, такой, какую видишь ее Ты. Господь, я сегодня молюсь Тебе только об одном, чтобы Ты дал нам милости и благодати, Господь, научиться все же видеть, Господь, Твоими глазами. Боже, дай благодати видеть по-твоему, видеть жизнь так, как видишь ее Ты. Спасибо Тебе, Господь, благодарим Тебя, величаем Тебя, прославляем и превозносим Тебя, драгоценный, во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, я молюсь Тебе, Господь, сегодня, если чье-то сердце, сегодня оно находится в огорчении, расстройстве, может быть, сегодня чье-то сердце попало в эту ловушку, попало на эту уловку обстоятельств этой жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты не давал уничтожение, чтобы Ты не уничтожил, Господь, этим словом все. Но я молюсь Тебе, Господь, чтобы через это слово Ты подарил надежду, понимание, разумение того, как смотришь и видишь Ты, и даруй надежду, Господь, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя сегодня за это. Спасибо Тебе, Господь, за то, что когда Ты режешь, как нам кажется, иногда без наркоза, на самом деле, Господь, в этом, даже в этом, Господь, Ты созидаешь. Даже в этом, Господь, Ты проявляешь свою любовь и созидательную работу, потому что Ты обрезаешь, Господь, от нашей жизни, обрезаешь те вещи, которые мешают нам, Господь, встретиться с Тобой, мешают нам встречаться с Тобой, мешают нам жить с Тобой, ходить с Тобой, Господь, видеть себя в Тебе, видеть свою жизнь в Тебе, растворяться в Тебе, Господь, которые мешают нам, Господь, посреди суеты жизни всегда находить время для тайной комнаты и встречи с Тобой, которые мешают нам, Господь, видеть Тебя, Господь, когда обстоятельства заграждают все. Во имя Иисуса Христа я молюсь Тебе и прошу Тебя, Господь, сегодня об этом. Боже, дай нам действительно видеть Тебя во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе. Аминь. Знаете, друзья, прежде чем мы... Я хочу такую маленькую оговорку сделать, очень важно, потому что я как-то однажды, церковь, вы слушаете, да, меня, однажды как-то я в служении было, и я на служении, я помню, привел однажды пример, я говорил, например, муж с женой, муж с женой, знаете, примеры. Я хочу попросить вас, дорогая церковь, будьте мудрыми. В чем? Потом мы пошли в пузатую хату, кушали там с ребятами, они говорят, пастор, ну как-то подвели к тому, что пастор, ну я даже так не мог подумать, оказывается, что иногда люди думают, что если я привожу какой-то пример о муже или жене, то они думают, что это автоматически у меня с женой такая штука. Пожалуйста, не надо. И вообще, запомните, когда я привожу пример, я говорю не о себе и своей жизни. Возможно, что-то и касается, но ведь это же не всегда. Или когда я говорю пример, например, о женщинах, есть кто-то здесь, кто не замужем, о девушке, девушке, которая не замужем. Когда я говорю о том, что о муже, я хочу, чтобы вы поняли, я не о вас говорю в этот момент, а знаете, о ком я говорю? Я говорю в глобальной ситуации о том, что незамужние многие девушки страдают от того, что у них нет мужа. Кто в курсе, что такая проблема есть? Знаете об этом или нет? Ну, вы поняли? Поэтому я не о вас говорю, те, кто не замужем. Вы поняли? Потому что иногда, может, Диана подумает, о, пастор все время говорит обо мне. Все время говорит. Да не, ну, как бы, ты фотографируешься, слава богу. Тебе хорошо фотографируй. Откуда я знаю, страдаешь ты или не страдаешь от этого? Это ваши отношения с Богом, ваша жизнь. Мне-то что до этого? Ну, друзья, это очень важно, потому что я заметил иногда, вы поняли, мы, оказывается, мы умеем так переносить. Я помню, сидел с женой, говорю, да я не имел в виду тебя и со мной. Говорит, я переживаю. Говорит, люди подумали. Так вот, вы поняли? Когда я привожу пример о семьях, друзья, это у меня с женой вообще все очень хорошо. Мы 22 года живем. Я хочу еще 122 прожить. Мне очень нравится жить с моей женой. Ну, в смысле? Ну, что, опять кромо... А я все. Ну, мне нравится жить с моей женой. Вы поняли? У нас просто вообще... Ну, это я просто как пример, вы поняли? Что я тогда удивился, как-то думаю. Как так можно было подумать? Что если я привожу пример о какой-то, ну, о семейной ситуации, то, значит, у меня такая проблема. Да нет у меня такой проблемы. Просто у людей так бывает иногда. Да нет.